Ирина Ткачева Мы тоже с этим вопросом сталкиваются. Скажите, пожалуйста, кому из вас нужны хорошие продавцы? Ну да, практически всем. А кого мы будем с вами вообще считать хорошими продавцами? По каким критериям вообще определять хороших продавцов? Что принципиально важно? Когда мы говорим о хорошем продавцам, мы говорим не только о том, что человек знает и умеет, сколько о том, что человек реально делает. Потому что все-таки знать и уметь можно много, но делает он это, применяет или не применяет, следует он этому правильному алгоритму или нет – это уже второй вопрос. Наверняка вы со мной согласитесь, что главное вообще в работе продавца – это общение с клиентами. Это главная функция, которую продавец должен выполнять. Есть такие очень интересные исследования, которые говорят о том, что объем продаж напрямую зависит от распределения рабочего времени продавца. Обратите внимание, если продавец работает в компании внутри, с накладными, с документами, с бухгалтерией, ходит там ругаться с кладовщиками или с закупщиками – это мы будем считать время внутри. А если он работает с клиентами, неважно, что он в этот момент делает, он общается лично, на встрече, по телефону, пишет для клиента коммерческое предложение или отвечает на какой-то его вопрос по электронной почте, то это время мы будем считать временем вовне, то есть время с клиентами. Вот норматив для эффективно работающих продавцов – это 70% времени вовне и 30% времени внутри. А как вы думаете, какое реальное положение вещей сейчас в наших компаниях с продажами? На самом деле, какое соотношение сейчас? К сожалению, да, в большинстве компаний прямо наоборот – 30% времени с клиентами и 70% внутри в компании. Один мой хороший знакомый, руководитель оптовой компании, провел такой эксперимент. Прочтя об этих исследованиях, он задался вопросом, а что будет, если сконцентрироваться на том, чтобы изменить это соотношение? Он поставил задачу своим отделам продаж – довести этот показатель хотя бы до 50 на 50. И за ближайший квартал два отдела по Москве и по Московской области – это оптовая компания – соревновались, кто первым дойдет до вот этого соотношения 50 на 50. Очень интересный результат. За этот квартал продажи в компании выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего-навсего сконцентрировались продавцы на том, чтобы работать с клиентами, а не заниматься другими своими функциями. Поэтому именно этот процесс мы с вами и будем рассматривать в этой и в следующих сериях. Что принципиально важно, когда мы говорим о профессионализме продавцов? Важно определить уровни, критерии, грейды, как их называют, для того чтобы определить, кто у нас совсем хороший, кто не очень хороший. То есть вместо оттенков черного и белого получить какие-то оттенки серого. Вместо хорошее и плохое мы будем говорить о нескольких уровнях. Самый грустный, недопустимый уровень, когда продавец совершает грубые ошибки в работе с клиентами. Мы с вами разберем, какие ошибки можно считать грубыми и что принципиально важно вообще исключать в работе продавца. Минимальный уровень, когда продавец не совершает грубых ошибок, но все-таки допускает серьезные нарушения. Мы будем их называть серьезными ошибками. Приемлемый уровень, в общем-то продавец четко следует стандарту, но иногда бывают какие-то мелкие недочеты. И хороший уровень, продавец не только не допускает ошибок, не только следует стандарту, но и проявляет какое-то творчество, креатив свой, развивает стандарт. И отличный уровень – это когда у нас продавец-виртуоз, когда он умеет сам принимать решения, он не просто следует стандарту, но он подстраивается под клиентов, он находит язык с каждым клиентом, находит для каждого индивидуальный подход и становится для клиента другом. Вот такого продавца мы будем считать суперпрофессионалом. Чаще всего мы с вами будем говорить о трех уровнях – минимальный, приемлемый и хороший. И давайте подумаем, а как нам получить таких замечательных профессионалов для своего отдела продаж. Какие у нас есть варианты? Где их можно взять? Можно взять сырых и обучить. А еще? Украсть, схантить, то есть нанять готовых. Я с вами совершенно согласна. В общем, по сути всего два варианта. Но есть одна беда. Профессиональных продавцов на всех не хватает. Даже если их красть и даже если пытаться нанимать готовых, все равно на всех не хватит. На наших растущих рынках профессионалы ценятся очень дорого. Да и вообще профессионал в продажах – это классный переговорщик, классный коммуникатор, который очень быстро делает карьеру. И глядишь, он там через 2-3 года уже не продавец совсем, а коммерческий директор или владелец бизнеса. И вряд ли он уже пойдет по найму работать в продаже. Еще один подводный камень – это то, что даже если человек был очень успешен на прошлом рабочем месте, и он классный продавец в той компании, то на вашем рабочем месте, в вашей компании он все равно будет осваивать с нуля. Модели продаж у всех разные, клиенты разные, рынки разные. И все равно в какой-то степени он будет новичком. Посмотрим, какие есть плюсы и минусы у каждого из этих вариантов. Если мы нанимаем готовых, то есть людей, которые уже классно продают, и мы проверяем это на собеседовании, насколько они вообще выдающиеся продавцы, наверняка вы знаете такие методики, то что мы получаем? Мы получаем быстрый контрольный, быстрый выход на результат. Мы получаем людей, которых не надо учить, не надо на них тратить время. Мало того, они сами могут учить других и делиться опытом. Такие люди могут быть профессиональнее своего руководителя, и вам нет необходимости в этом случае самому хорошо разбираться в продажах. И не нужно тратить время на прописывание вот этих самых стандартов, скриптов, о которых мы будем сегодня говорить. И нет необходимости в тщательном контроле процесса работы с клиентами. Если вы, конечно, убедились, что все нормально на входе. Но есть и минусы у этой ситуации. Наверняка вы с этим сталкивались. Если мы берем классного продавца из другой компании, иногда бывает так, что у него совсем не такие представления о процессе продажи, которые есть у вас. И он не согласен с вашими подходами. И таких людей переучить очень трудно, но практически невозможно. Они очень часто имеют завышенные амбиции и такие требования к работодателю, но порой не очень адекватные. Часто испытывают ощущение, что я перерос, я достоин чего-то большего. И в вашей компании совсем не факт, что в вашей модели продаж они достигнут большого успеха. Ну и вообще ваш бизнес в этом случае зависит от вот этих отдельных суперпрофессионалов, которые в случае чего уходят, и вы теряете прям большой кусок бизнеса, потому что весь бизнес держится на отдельных личностях. Ну и в конце концов это просто дорого. Если мы берем новичков, мы берем людей сырых, извините за такое выражение, но людей, которые в продажах не блещут на текущий момент. Может быть у них есть какой-то небольшой опыт, а может и нет вообще. Может быть они вообще вчерашние студенты. Они нам, конечно, обходятся дешевле, у них более низкие требования. Мы легко их можем сразу научить работать по своим стандартам и технологиям. Они более лояльны в долгосрочной перспективе, потому что они благодарны компании, которая их вывела в люди. И они менее склонны искать какую-то работу, менять ее часто, потому что они созрели с продуктами этой компании, как хорошие продавцы, и они думают, что они умеют хорошо продавать только продукты этой компании. Страшно переходить на другой рынок. И вы построили систему клонирования профессионалов, она у вас работает, риски, связанные с уходом отдельных сотрудников, минимальны. Придет другой новичок, вы его точно так же обучите, и он точно так же будет приносить вам деньги. Но минусов, к сожалению, тоже очень много в этой системе, потому что для того, чтобы человек, новичок, вышел на достойный результат, вам потребуется значительно больше промежуток времени. И самое сложное, что останавливает многих руководителей для того, чтобы построить такую систему. Необходимо потратить много времени, чтобы эти стандарты прописать, создать, и создать систему оценки, контроля за работой продавцов по этим стандартам. Это достаточно затратная по времени и по интеллектуальным усилиям тоже работа. Для того, чтобы это сделать, руководитель сам должен хорошо уметь продавать, чтобы написать скрипты, или придется привлекать каких-то специалистов со стороны, что довольно дорого. Нужно разрабатывать программу обучения, нужно тратить ресурсы на то, чтобы людей обучать. Это не всегда деньги, можно учить и своими силами, но всегда время. Ну и самая большая проблема – невозможно научить тому, чего сам не знаешь. Поэтому текущий уровень руководителя, который обычно создает эти стандарты и учит по ним людей, часто становится потолком для продавцов, то есть выше они его перерасти не могут. И очень большие затраты, кроме прописания стандартов, времени на то, чтобы создать систему контроля, мониторинга и эту систему постоянно поддерживать, потому что это работает только в том случае, если это в постоянном текущем режиме. Ну и вообще нет гарантии, что из этого сырого человека, которого вы взяли, реально вырастет когда-нибудь хороший продавец. Достаточно велик риск ошибиться. Вот чтобы ваши усилия по обучению не были потрачены впустую, давайте поговорим о том, как выбирать вот этих вот сырых, в которых мы не можем быть уверены, что они суперпродавцы на текущий момент, какие способы могут нам помочь снизить риски найма таких людей, которых мы не сможем научить. Итак, если мы с вами считаем, что профессионализм в продажах – это не выдающиеся способности отдельных личностей, а технология работы по стандарту, которая исключает или минимизирует ошибки, значит, нам нужен такой стандарт. И мы об этом будем говорить. Что мы проверяем при найме? Первый вопрос очень важный. Какую модель успеха продавец считает правильной? Почему это очень важно? Потому что если ваша модель не совпадает с тем, что он считает правильным, вам будет очень тяжело его переучить. Вы задаете вопросы, проективные так называемые вопросы. Кто такой хороший продавец? Какие качества личности необходимы успешному продавцу? Чем успешный продавец отличается от неуспешного? И слушайте, что он ответит. Если он вам говорит «не обманешь, не продашь», а у вас совсем другие принципы, значит, он вам не подходит. Второй очень важный вопрос – как он представляет себе сейчас процесс продажи? Вы можете сыграть с ним в ролевую игру и посмотреть на результаты этой самой ролевой игры, насколько та модель, которую он вам демонстрирует, похожа. Ну и третий, самый важный вопрос – насколько человек обучаем. Вы даете ему прочитать небольшой текст о вашем продукте и просите пересказать своими словами. Если у него все хорошо получается, он молодец. О следующих, еще более важных вопросах мы поговорим с вами в следующей серии. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ